Седьмой межрегиональный конкурс «Айурларе. Пой душа», посвященный 105-летию со дня рождения известной собирательнице и исполнительнице народной песни Ираидой Вдовиной, стал своеобразным праздничным хороводом, собравшим свой круг земляков из Чувашии, Башкирии и Татарстана. В этом году только в галоконцерте участвовали 42 человека, обязательное для всех условий исполнение песни из репертуара Ираиды Вдовиной, а также народной и стилизованной композиции. В наше время, когда народное исполнительство исчезает, а современные экспедиции почти ничего нового не находят. Источником исконно-чуварского фольклора, как утверждают специалисты, служат именно такие фестивали. Я думаю, что надо записи, вот телевидение делает, наверное, будет просто аудиозапись. Это надо в качестве образца, конечно, с комментариями. То, что соответствует традиции. Распространять и ту самодеятельность продолжать направлять, чтобы не уходили от природы. Благодаря талантливой сельской учительнице-филологу сохранилось более тысячи аутентичных мелодий с текстами. А сложенные ею песни завораживают своей красотой даже молодое поколение. Я в школе занималась фольклором русским. Когда приехала сюда, нашла пенуниверситет, направление фольклор. Я думала, что мы здесь только на русском будем петь, но когда нам сказали, что будет чувашский язык, я как-то загорелась, мне очень хотелось выучить. Моя бабушка Чувашка, и я была очень рада для нее петь чувашские песни. Чувашские песни, как листья одного дерева, черпают силу одного корня, но все разные. Переливы оттенков как слога, так и мелодии заметно отличаются. Разные костюмы из разных районов. Очень воодушевленная этим фестивалем. Еще бы участвовать в дальнейшем на таких фестивалях. Такая возможность будет. И те, кто не смог превзойти победителя этого сезона, солистку народного фольклорного ансамбля Сендер-Мариинско-Пасадского района Юлии Клементьеву, смогут реализовать свои мечты ровно через год. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.